Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Итак, давайте мы зайдем в Викивэнс. Да, что это у нас за такое место интересное? А уже потом мы пойдем в то огромное здание, которое находится в Блиц Американских Горок. Я не знаю, что приводит тебя в Прим, малыш, но, возможно, тебе стоит изменить свои планы в городе, черти, что творится. Давай познакомимся. Меня зовут Джон Нэш, муж Рубинэш. Хорошо ли, плохо ли, но живу в Приме уже 8 лет. Я торгуюсь, если уж на то пошло. Кроме того, я заведую местным отделением Мохавского экспресса. Я курьер Мохавского экспресса. У меня нету для тебя работы сейчас, извини. Потеряна посылка, которую мне надо было доставить. Я расскажу тебе все, что смогу. У тебя есть распоряжение доставки. Что ты можешь рассказать мне об этом? Так, это тебе дали распоряжение доставить одну из этих посылок. Ведь этот заказ показался мне крайне странным. Но от крышек мы никогда не отказываемся. Что было странно в этом заказе? Робот-ковбой просил нас нанять 6 курьеров. Каждый должен был доставить что-то свое. Пару игральных костей, шахматную фигуру и тому подобное. Из главного офиса сообщили, что оплата за 5 посылок получена. Похоже, именно твоя фишка не дошла до адресата. Первое, кого мы наняли на эту работу, потом отказался. Вот паразит. Надеюсь, ему это еще зачтется. И вот тут на сцену выступаешь ты. Отменил? Да, он передумал, когда увидел в списке курьеров твое имя. Его же перекосило. И он спросил меня, настоящее ли это имя. Я ответил, что само собой настоящее. Тогда он просто отказался от работы. Я спросил его, уверен ли он в том, что делает деньги-то хорошие. Нет, пусть курьер номер 6 отнесет. Вот что он сказал. Типа Мохаве сама расставить все по местам. Потом он вставил и ушел. Ты знаешь, кем он был? Куда пошел? Понятия не имею. Видать, вас в прошлом что-то связывало, поэтому он так поступил. И даже от денег отказался. Он не думал, что дело было в посылке. Может, он подумал, что твоим приносит неудачу. В общем, как-то так. Мы посылку украли. Человек в клетчатом костюме и какие-то бандиты. Они здесь не появлялись? Хм. Несколько дней назад один из местных искал припасы недалеко отсюда. Он сказал, что видел франта в дорогом костюме с ребятами из Шайки Великих Ханов. Они болтали о какой-то фишке. Один из них подстрелил меня. Мне надо узнать, как до них добраться. Тебе лучше всего расспросить помощника шерифа Бигла. Когда они пришли в город, он следил за ними и сделал какие-то записи. Он крутился рядом с Бизоном Стивом. Когда появился твой щеголявый дружок. Может, услышал, куда они направлялись? Мне хотелось спросить тебя кое-еще о чем. А мне все равно нечем заняться. Где я смогу узнать о человеке, который в меня стрелял? У Бигла есть записи, которые он делал, подслушивая разговоры бандитов. Тебе стоит обратиться к нему. Хотелось бы узнать еще что-нибудь о посылке, которую мне не удалось донести. Конечно, я расскажу тебе все, что знаю. Так, подожди, стой, с тобой еще есть о чем поговорить. Что я могу сделать, чтобы помочь приму? Бигл, помощник шерифа, до сих пор в плену в Бизоне Стиве. Для начала ты можешь освободить этого несчастного. А, я хочу тебя еще раз спросить о твоем роботе. Это разбитая старая штуковина. А что ты хочешь узнать? Откуда он взялся? Один курьер поставил его пару месяцев назад. Я запустил его. Он недоучка поработал, вскоре сломался. Мне не удалось его починить. Хотел бы использовать его для курьерской работы. Да не вышло. А что с ним не так? Если б я знал, вряд ли что-то серьезное. Но я давно уже перестал интересоваться техникой. Не возражаешь, если я попытаюсь его починить? Попробуй, я не возражаю. Если заработает он твой. На твоем месте я бы отнес робота на свалку в Новок и выбросил бы эту чертову штуковину. Ага. Стоп. Есть ли у тебя что-нибудь на продажу? Так. Давайте мы посмотрим. Бейсбольную биту я не буду использовать. Бактерские бинты. Выкидной нож. Монтировка. Так. Сикач. Да, это нам в принципе не нужно. Далее. Костюмы. Бейсболк с очками. Броня. Охранника оставляем. Грязную довоенку убираем. Довоенную бейсболку тоже нам не нужна. Комбинезон оставляем. Наемник-авантюрист. Нормально. Ну нет. Тут, блин, характеристики у него отвратные. Так. Простая одежда подрывников. Помощь. Вот тут ничего полезного. Блок сигарет. Бутылка. Гильз много. Да. Гильз очень много. Но мы не будем их продавать. Потом, я думаю, пригодятся. Проводник. Пульверизатор. Скипидар. И два утюга. Хорошо. Так. Что у тебя есть? У тебя много чего есть, но не совсем то, что нам надо, да? Ну, ладно. Так, секундочку. Немножечко отлегся. Так. У меня есть несколько вопросов о премии. Не подскажешь, где находится почтовый офис? Я заведовал почтовой службе из моего магазина. По крайней мере, так было, пока здесь все не пошло к чертям. У меня есть несколько вопросов о премии. Что произошло в премии? Вот, послушай, нам нелегко проходилось в последнее время, но сейчас все совсем погано. Вон бандиты, даже помощника шерифа похитили. Все началось с массового побега бандюков из местной тюрьмы. Сперва они захаживали в город поодиночке, но потом как-то скооперировались. Назвались взрывниками или чем-то вроде того, бросая динамитные шашки и стреляют в людей. А недавно от них отделилась довольно крупная банда и двинулась сюда, отбирать у нас последнюю жратву и питье. Ммм, даже так. Что происходит в Вики-Ивэнсе? Это прямо где мы стоим. Тут было небольшое казино, приносил доход и привлекал людей в город до того, как появились эти взрывники. Штурмовать нас себе дороже. Накормим свинцом по самые уши, но и нам тут деться особо некуда. Все равно как в рассельнике какой. Если бы эти бандиты пораскинули мозгами, они бы поняли, что у нас патроны. На них всех не хватит, но пока мы более-менее в безопасности. Угу. Что такое Бизон Стив? Это старый отель-казино в нашем городе. Старая Лори раньше сдавала там комнату, но она уехала отсюда уже несколько месяцев назад. Здание через дорогу от Вики-Ивэнса ты не пропустишь. А это то, которое стоит около американских горок. Ммм, понятно. Эй, юнгстер. Ну-ка. Че у тебя еще есть? Ты говоришь, бандиты похитили помощника шерифа Прима? Конечно, можно назвать Бигла помощником шерифа, но только если ты не вкладываешь в это словосочетание никакого смысла. Ждать от него пользы, все равно, что искать сиськи на скорпионе, брат жены шерифа. Вот и вся его квалификация. Но все равно, он не заслужил той участи, которая ему выпала. Мы бы заплатили выкуп, если бы у нас были деньги. Ммм, понятно. А почему ты называешь их взрывниками? Мне казалось, они подрывники. Подрывники и взрывники, и какая разница? Все равно голова болеть меньше не станет. В принципе, логично вполне. Караван нет, мы играть не будем. Темновато тут как-то, признаюсь честно. Эй, Руби, 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 Ру. Привет, что привело тебя в Прим? Хотелось бы познакомиться. Я Рубин Эш, рада знакомству. Я и мой муж местный сторожил, он торговец, а я стою за ним. За плитой. Что ты готовишь? Запеканки с ядом, рад скорпион, моя специальность. Звучит жутковато, но это очень вкусно. Этот яд имеет выраженный придымленный вкус, и он вызывает во рту анимение. Это такое, что ты забудешь бы у тебя язык или не было. Это абсолютно безопасно, если у тебя нет во рту порезов. Конечно. Если яд попадет в кровь, ты умрешь. Мне бы хотелось запеканки с ядом, рад скорпиона. Звучит заманчивание, так ли? Сколько у тебя, рад скорпион, их желез? У меня их нет. Значит, придется их найти и приходи, когда они будут у тебя. Все понятно. Ну, а примем мы спрашивать не будем, потому что она ничего нового нам, в принципе, не расскажет. Торговый автомат. Понятно. То есть, ядеркоу из него не потаскаешь, к сожалению. Житель Прима, это бот. Житель Прима. Житель Прима. Да вы что, все сговорились, что ли? Ну да, тоже жители Прима. Сплошные жители Прима. Ты подумай. Ладно. Хорошо. Хорошо. Сплошные жители Прима, не больше, не меньше. Вот, мужик, ты что такой дерзкий-то? Аж на прилавке застрял, ты подумай. Патроны валили. Ух ты, что ни хер. А, это понятно. А я тоже было подумал, что это какие-то сейфы, прям все сделанные, чтобы их можно было открыть. Но нет, оказалось, что это не так. Ну, ладно, подумаешь. О, сейф. А что в нем лежит? Ну, ничего особенного на самом деле. Ну и ладно. Привет, дружище. Добро пожаловать в казино-музей Вики и Вэнс. Кто ты такой? Прим Слим, к вашим услугам. Настоящий ковбой, официальный гид музея и казино Вики и Вэнс. Йе-хо. Кто такие Вики и Вэнс? Эй, дружище, где вы живете? В медвежьем углу? Вики и Вэнс были криминальным дуэтом, четвертым или, может, пятым по известности во всей Америке. Вот кем они были. Прим Слим расскажет о них все, если у вас найдется минутка свободного времени. Расскажем мне историю Вики и Вэнса целиком. Йо-хо. Я не рассказывал эту историю на протяжении многих лет. Но обо всем по порядку. Прежде всего, некоторые болтают чепуху, будто Вики и Вэнс были подражателями, так что это просто клевета. На деле, они начали свою криминальную карьеру за два дня до того, как Бонни и Клайд ограбили свой первый банк. Так что, кто кому подражал? По правде говоря, Вики и Вэнс не могут похвастаться такой чередой убийств и ограбления банков в центральной части США, как Бонни и Клайд. Они промышляли кражами из магазинов и подделкой чеков и никогда не платили за бензин на заправках преступления из преступления, прибавьте к этому еще и нарушение правил дорожного движения. Они жили оружием, ну, по крайней мере, у Вэнса оно было, а значит и умереть должны были от пули. Наверное, сама судьба привела их под перекрестный огонь между полицией и бандой грабителей банков в техасском городе Плану. А может, они просто ничего не видели и спохватились, когда уже было слишком поздно, а говорили, что Вики хотела обналичить фальшивый чек в этом банке. Правда, мы никогда уже не узнаем, нам известно только то, что они оба погибли в машине под шквалом пуля, полиция выступила потом с официальными извинениями. Смотрите на вон тот расстрелянный автомобиль рядом, с ним на витрине лежит пистолет-пулемет Вэнса, никаких копий, только оригиналы. Расскажи мне еще раз о Вике и Вэнсе. Все понятно, то есть то же самое он рассказывает. Что это за место? Ну, это казино и музей Вики Вэнс, настоящий пример великолепия Прима, привлекающий туристов со всего света. Йихо! До свидания. Давай. Понятно, роботы, как всегда, бакрась нельзя, конечно же. Но тут есть винтовка. Тут есть винтовка. Где она? Мне просто интересно. Почему-то... Почему-то я ее не вижу здесь. Как-то это немножко грустно. Эта копия нарядов показывает исключительно. Вики следила за модой того времени. Вики была хорошо известна своей элегантностью и пристрастием к дорогой одежде. Возможно, это стало одной из причин, толкнувших пару на путь преступления. Под стеклом слева от этой таблички вы видите 9-миллиметровый пистолет-пулемет. Это то самое оружие, которое Вэнс возил в обернутой бумагой коробке. Коробка лежала в багажнике автомобиля во времена знаменитой серии ограблений, совершенных Вэнсом и Вики. Из этого оружия никогда не стреляли, и оно, по счастью, не пострадало от шквального огня, под которым погиб его владелец. Идеальное состояние оружия внушает благоговейный страх всем, кто на него смотрит. Эксперты полагают, что Вэнс мог бы убить по меньшей мере 5 десятков человек, если бы начал стрелять, и даже больше, если бы имел дополнительные обоймы и не забывал вовремя перезаряжать оружие. Только почему-то оружие я там не вижу на витрине. На этих манекенах вы видите копии костюмов, найденных в багажнике автомобиля, ставшего в могилу для Вики и Вэнса. Вэнс не разделял пристрастия Вики к элегантной одежде и выбирал для себя костюмы, которые, по его мнению, должен был носить настоящий гангстер. А почему не одежды, ничего нету здесь? Это как-то странно. Ладно, по-любому нам здесь делать нечего. Можно отсюда уходить. Да. Так, ну что? Сюда пойдем, да? Наверное, лучше сохраниться. На всякий случай. Согласитесь. Наверное, сейчас придется очень много стрелять, я не удивлюсь, если так оно и будет. Опа, опа, опа. Начнем с тебя. Хорош, хорош. Мужик, тихо. А, ну он вовремя опомнился, да? Он вовремя опомнился. А вот этот-то зря показался. Куда пошел? Так. Сложный замок. К сожалению, мы его с вами не откроем. Как и большую часть всего того, что здесь есть. Увы и ах. Что поделаешь? О, прекрасно. Все, берем. Потом пойдет на продажу. Как бы парадоксально это не звучало. Так. Сло 5 сложный. Да что ж ты будешь делать? Это отстой. Пресс-папье. Нормально. Нормально. Продаем. Почему нет? Правда же есть? Правда. Конечно же, все это пустые бутылки, ни о чем. И много-много довоенных книг. Давайте собирать. Может быть, это выгодно. Потому что мне подсказывает нечто, что довоенные книги, они... ...очень ценятся. Только надо знать, кому их продавать. Опа. Он с динамитом бежит. Ты что в тебя? Блин, ты достал. Как злина такая. Я вошел. Где у нас там докторский саквояж? Да. Мы с вами брали повреждения. Вот прекрасно, готов Блюдочек У них там какие-то еще ордена висят Прекрасно Критами херачит Мало не покажется никому Стимулятор давай Почему нет Блин, что-то фонарь совсем освещает отстойно Просто ужасно Но это уже не наша забота, как говорится Лифт сломан Понятно Подождите Починить Так, люди Терапевт сегодня, торговля То есть у нас нету У нас нету, к сожалению, ничего такого, что можно было бы отремонтировать Ну, это, журналов нету, которые бафнули бы Вот, прекрасно Одежда наемника ветерана Кстати, тут у одного из этих козлов Была очень хорошая броня Но, нет, не такая уж она и хорошая, как оказалось Сейчас мы тут Вот, прекрасно Ядерковая, это замечательно Ее только и надо пить теперь О, нет На второй этаж мы еще успеем сунуться Пока что не сейчас Рановато Признаюсь честно Одежда наемника щеголя Это да Это интересно очень О, нет Пока туда еще идти рановато Я считаю Успеем Кстати говоря, о птичках Надо сохраниться Так на всякий случай Потому что вдруг чего Но будем внимательны Все делать Опа Привет Да, опа На Так, так, так Там кто-то с огнеметом что ли, да? Это ж, блин Твою мать Вот это борзый мужик Так, готов Отлично Первая расчлененка пошла Вот ты Крит Слушайте Обалдеть Главарь Это был главарь, да С огнеметом Ты подумай Хера себе А, ну Давай Так Ну, во-первых Ремонт 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 Или Красноречие Красноречие В принципе Было бы хорошо Очень прокачать Да, вот так Пускай будет А почему Никаких навыков Не было Или это А, ну, наверное Это Как в этом Как Фуллауте Во втором И в первом Раз В несколько Раз два уровня По-моему Возможность такая Навык выбирать Мужик Молодец Так Так Это мы достижение Какое-то Что-ли Получили Я что-то Не понял Но Мы с вами Очень круто Очень-очень круто Все сделали Кожаную броню Даже починили Ты подумай Шикарно А, нам опыт Дали Понятно Ты случайно Не собираешься Спасти меня Я бы Скрестил пальцы На удачу Но руки затекли Ты должен быть Помощник шерифа Бигл Да, это я Рад встреч Я в слегка Затрудительном положении Если освободишь меня Я буду очень благодарен Как ты оказался В заложниках Должен признать Это самый большой провал За всю мою историю Законника Подрывники Ворвались в город Ночью Они убили мою сестру И ее мужа Шерифа Прямо в постели Я в то время Спал в участке Я стал вести за ними Скрытое наблюдение Выжидая момент Чтобы схватить их И арестовать И записывал Все, что видел Увы Они обнаружили меня И привели сюда Мне говорили У тебя могут быть Свидения о ханах Которые не дан Побывали в городе С ними еще был парень В клетчатом костюме Совершенно верно, сэр Я буду счастлив Поделиться информацией Как только меня освободят Из плена Я освобожу тебя Как только ты мне расскажешь Уверен, это замечательная Перспектива Но тебе придется подождать Пока я не успокоюсь Память совсем ошибла Можешь рассказать мне О людях, которые В последнее время Проходили через город Я в несколько затруднительном Положении Если бы меня развязали Я был бы совершенно счастлив Присказать обо всем интересном Что знаю В том числе и о ханах Ладно, я сейчас Освобожу Ой, это прекрасно Я думаю, что смогу Убраться наружу сам Тут душновато Если ты попытаешься Удрать вместо того Чтобы сражаться Я убью тебя Своими руками Ой Ну, это Конечно Я бы не позволил тебе Сражаться с моими Похитителями С моей помощью Ой, без моей помощи Веди А если бы мы пустили Одного или двух каторжников Кто бы это заметил Так Жди здесь Не оставляй меня надолго Я не могу ждать вечно Прекрасно О Берем, берем Конечно КНЧ Что за КНЧ Можете сказать КНЧ Не знаю Не знаю, что это за КНЧ В общем Может пожрать Попробовать Давайте попробуем Пожрать А, ну допустим Свинина с бобами Понятно Теперь захотелось Еще и пить После этого безобразия Ладно А скотч виски Он что делает Что еще? Скотч виски Все равно маловато Да Или наоборот Что-то на другое А, понятно Нужно минус А мы прибавляли Мясо геккона Ментаты Ёпти Гидра Водка Так Виски Вино Бафаут Атомный коктейль Абсент Санцент Соспарило Вот этой Санцент Соспарило Толку никакого По-моему Ладно Очищенную воду Давай Так Что тут у нас лежит? Очищенная вода Ёпти Как я пропустил Вообще Мать по такому поводу Еще выпьем Не, я тогда не знаю Даже не подозреваю Что это Зак НЧ Даже близко У них у всех Много очищенной воды И это прекрасно И хотя бы Будет что попить Что очень-очень важно Засранцы тут много Разрисовали Большая бутылка Чего? Виски Пускай будет А бутылка Из Под виски Она не сгодится Никак Нам бы тут найти Что-нибудь интересное Было бы просто шикарно У меня такое ощущение Что ничего интересного Мы тут с вами Толком не найдем Об этом просторном зале Почему-то Есть такая мысль И наверное Она неспроста Именно такая Нет Там есть у нас Автомат Санкции Соспарилой Но она Эта санкция Соспарила Она не утоляет Жажду Она только Прибавляет ее К большому Большому сожалению Но у нас остался Получается второй этаж Пора бы его посетить Кстати И сохранится Пора бы тоже Не помешал бы уж Точно во всяком случае Так Тут только дверь Да Ядер кола Слушай Ты подумай Сон Сон Прогоняет ядер кола И фонтанчик Но он радиоактивный Блин Не надо нам таких Фонтанчиков Ой Блин Говнюк такой Ты подумай Куда побег Ты упырь Аккуратно Сдулся Эх ты Хлыщ Пока закроемся Стимулятор Это Неплохо Все Берем Не брезгуем Вообще Пустая птичка Это издевательство Пылесос Давай Вы покалечены Это где Это мы покалечены А нога Покалечена Когда успели Непонятно Так Ну ладно Да 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 Хей Прекрасно Вообще Башка Зарвалась И неспроста Сейчас они будут Подходить Эти свинюшки Я их тупо Постреляю Ух ты Какая у тебя маска Красивая Бежи Отдыхай Так Тупо Их будем Вылавливать А То есть Они все Как бы Не стремятся Да Потертый Ключ какой-то Нашли Так Пора Ремонтироваться Достаточно Ага Так Блин Столько Все понабрали Вообще Жесть Просто Шлем Бойца Хоккейная Маска А давайте Хоккейную Маску Оденем Персонаж Такой Получится Типа Маньяк Так Ну Опа Привет Ну вот Прекрасно Вот Так 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 Ты откуда тут взялся Ты вообще Негодяй Вот так То Так То Бедный Вот До военной Деньги Это все Прекрасно Просто Великолепно Я начинаю Повторяться Давай Блин Конечно Пипец Как легко Перевес Получить Не то слово Но Надо чиниться Обязательно Тогда будет Гораздо проще Еще раз Да Пистолет у нас 9-ти миллиметровый Он просто Шпарит Только так Ну-ка Просто проверяем Что можно починить Починить Как оказалось Можно многое Абсолютно Монтировка Все время Приходится Чиниться Нам нужно Себе Скилл Который Поможет Таскать На спине Много чего Потому что Получается Хрень полная Веса Все время Не хватает Что совершенно Неприятно Признаюсь Честно Опа Как Дублюдок Хитрый какой-то Подумай Думает Самый умный Да Самый умный Нет Ни в коем случае Слушайте Какой-то он Закаченный Ух ты Блин Как ровную Бошку Ты спилила Так Опять у нас Покалеченное Тело Где у нас Тут Все Что Нужно Где-то Тут Был Приборчик Для того Чтобы Убрать Побружденную Конечно Чтобы ее Залечить Противоядие Нет Уменьшение Разброса Оружия Спок Где же Это Было же Ведь Во Гидра Нормально Давай Возьмем Все Почему нет Правильно Правильно Ну что Попробуем Починиться Все что не нужно Мы с вами Повыбрасываем В принципе Как всегда Ага Прекрасно Кучу веса Мы уже сбросили За счет Починки Ага Я же говорю Великолепно Обязательно Надо все Проверять Так Довоенные деньги Довоенные шляпы Мы оставим В принципе Не нужна По большому счету А вот Довоенные книги Они были бы Очень кстати Очень были бы Полезные Что это звук Такой был Нехороший Ядер кола Придется Придется Взять Так Давайте мы съедим Пару готовых Обедов Нет Я то думаю Тут довоенные книги Везде разбросаны Оказалось Что это Ни хрена Не так И причем У нас Мало здоровья Нужно полечиться Застимулироваться Так сказать Нормально Лечит слабенько Потому что Навык не прокачан Монтировка Что она делает В пожарном гидранте В пожарном кране Не совсем понятно Записка о выкупе Так Мистер Паттерсон Если вы хотите Увидеть вашу жену Живой Во вторник Принесите деньги В мелких купюрах Бизон Стив Не вздумайте Пометить купюра Так Убивать врагов С помощью взрывчатки Контроль над животными Одной левой Убивать врагов С обычного оружия Это прикольно Все ясно Так Брошюра Винца Об оружии Махавский Экспресс Сломанное радио Все это понятно Все это Предсказуемо Достаточно Правильно жить? Правильно жить? Правильно Да О Истощенная ядерная батарея Плазменный пистолет Который можно починить И не просто можно А еще и нужно То есть это обязательно А Лазерные плазмены Это наверное Разные вещи Понятно В чем дело Так Ну что Броня охранников Взрывников Надо оставить На всякий случай Обязательно Ну что Придется Здесь наверное Что-нибудь такое Есть Абсент Это не то Все Вино У вина Семь вес Целый Представляешь себе Ну пускай так будет Вполне себе Сойдет Правда эффектов Никаких нету К сожалению От вопивона Ну что поделаешь Что есть То есть Как говорится Опа Все таки Взлом Очень крутая фишка Честное слово Чемодан С винтами Ладно Нормально Вполне Меня такое устраивает Давай на деньги Грязные Давай на одежду Отдыха Что у него Какие-то характеристики Ловкость Плюс один Не надо Псих Блин Не надо так Медикса Ты подумай Прям валяются Бери Не хочу Выкидной нож Давай возьмем Вроде как Все Больше Тут ничего Нету Интересного Нет Есть Так Психа Нормально 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 Замечательно Теперь мы Еще тут Не были Прим Ладно Мы пока На улице Не будем Ссоваться Мы еще Тут не все Зачистили Как бы Можно попробовать Подняться Наверх Вот здесь По Развалинам Так Надо Хлебнуть Замечательно Сигареты Давайте Их можно продать Наверное В этом мире Дефицит Сигаретами Карандаш Блин Не стол Ты издеваешься Что ли Вот давай Так Пачка сигарет Нормальный Повес Маленькая И пользы от нее Много Двоенная Прогулочная Одежда Тоже без всего Этого Обойдемся Как бы Ничего Такого Шибко Полезного Здесь нет Ящик С броней Одежда Наемника Ветерана Патроны Да Пистолет Калибр 22 С глушителем Вот это Интересно Давай возьмем Конечно У нас идет Перегруз Но можно Попробовать Чуть-нибудь Починить Ладно Выкидной Нож Мы Тогда Убираем Динамита Много Блин Охренеть Вообще 13 Кило Монтировка Тоже нам Не нужна В принципе Давай 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 Опа Да что ж ты будешь делать Хорош Будь добра Фурыч Не надо так Эй Все ясно У нас Заколок Очень мало Поэтому Нужно Аккуратно Взломать Все замки Очень Осторожно Ну Вроде Как Отлично Канистра Такая По моему Да По моему Это канистра Ваш Кеп Монтировка Насадка Пожарного Шланга Нет Это все Шушера Так Давайте Повнимательнее Тут Походим Потому что Можно найти Много Полезностей Санц Соспарил Да Придется Собирать Я так Думаю Крышки Перегружены Не можете Бежать Это Неправда Я уже Могу Бежать Не надо Мне тут Ложную Информацию Выдавать Это Некрасиво Кто-то Очень сильно Любил Пить Ядер Колу Чистящее Средство Образка Нет Мы не будем Успользовать Пока А что Рановат Пачка Сигарет Да С таким Тебесом Почему бы Нет Почему бы Не взять Логично Живите Логично Нехило Мы так Вот тут С вами Постарались Значит Пистолет Пулемет Друзья Это ж Охренеть Можно Давайте Мы его Поставим В правый Слот Пистолет Пулемет Вниз Простой Пистолет 10 Миллиметровый Это то же Самое В принципе Винтовка Винтовка У нас Влево Да Отлично И кстати Пора сохраниться Что-то давно Не сохранялся Забыл даже Про это дело А это важно Так И все равно У нас перевес Конечно же Конечно же О Другое дело Надо срочно Либо Складировать товар Либо Куда-то продавать Потому что У нас Много всего Так Психо Нормально Отлично Ну По крайней мере Тут мы с вами Почти все Облазили Это хорошо Ядер Кола Эх Вес Вес Где там Это ядер Кола Хорошо У нас Жажда Как хорошо Что всегда Есть очищенная Вода Рядом Что Маловато Все равно Да ты Че Ну Ладно Так Бутылка Из-под Санкции Соспарила Ну Это Анаук Ядер Кола Как вы Уже Давно Поняли Все Получается Больше Тут ничего Интересного Нет В этом Здании Да Ладно Я как говорится Не против Совершенно Всех Или стоп Тут мы Вот тут мы с вами Еще не успели побывать Ладно Хрен с ними С этими сигаретами Стоп Что это Чудо клей Не надо Чудо клей Все самое важное Да Мы примерно Собираем Но самое ненужное Лучше оставлять Потому что Лишний сигар Тащить на гора Будет не так прикольно Как может показаться Изначально Тут тоже не работает Да Ремонт нужен 35 и выше Ну и ладно В принципе Вроде как Мы всех Кого только можно Тут завалили Это не может Не радовать Я надеюсь Этот кошмар Скоро закончится Так Окей Пойдем Все Как я понял Что нам сейчас Надо сделать Вывезти его Отсюда Так Бигал Освобожден Из заточения В отеле Поговорите с ним О защите города Наверное Говорить с ним О защите города Надо после того Как мы выйдем На улицу Это было бы По крайней мере Логично Как минимум Да Братиш Так Здесь Сложный К сожалению Да Ух Какое было приключение Мы преподали этим Каторжникам урок Верно Быть схваченным Освободиться Нет Я не хочу Преуменьшать твою роль Конечно Это было захватывающе Проблема в том Что в премии Все еще нет Представителей закона Что мы будем делать Когда в следующий раз Заявится бандит И будут стрелять И брать заложников Можешь рассказать Мне о человеке В клетчатом костюме Который побывал Здесь недавно О да Я освободил Я свободен от пут И память прояснилась Я собирал информацию По древниках Когда в город Пришли несколько ханов И твой приятель В костюме Они говорили О какой-то посылке Которую забрали у курьера Видимо ты и есть тот курьер Они сказали Что пойдут через Никсон В Нобок Где должны С кем-то встретиться Так О чем ты говоришь Ты же теперь шериф О нет Я только помощник И я не могу быть помощником Шерифа без шерифа Это называется Субординация Каково требование к шерифу Это должен быть человек Который храбрый как ты Но стремящийся К оседлу жизни Кто-нибудь Кто поселится здесь И будет присматривать за городом Подредители говорят Что в тюрьме сидит Некто Майерс Который когда-то был шерифом Есть надежда Что он справится Другой вариант НКР У них тут лагеря Возможно они захотят Дзять город под свой контроль Не знаю почему Они до сих пор Там нам не помогли Я могу вернуть закон И порядок В прим Ты сделаешь это Это великолепно Надо подумать Об вопросах для собеседования Одна из возможностей Шериф Который сидит в тюрьме НКР Можно попробовать И говорить НКРовца Что через дорогу Взять нас под свою крылу Хотя у военных Своё понимание законов Удовольствие найти Подходящего кандидата На дружный шериф Так До свидания Нормально Так знаете Что мы сделаем Я думаю Мы с вами сейчас Пойдём И Продаем Всё самое ненужное Потому что Слишком много у нас всего И надо от этого избавляться А то иначе Всё время так и будем Скарп туда себя таскать Без какого-либо толку Где ваш Старикан Номер 1 Номер 1 Чё-то я вот здесь Пока не вижу Но я думаю Что сейчас Мы его скоро найдём Вот ты Так Как я могу установить Закон о порядке В премии В этом вопросе Я разбираюсь не уже тебя Может быть Ты наткнёшься Для кого-нибудь С опытом работы Шерифом Вроде бы Один из таких Попал в тюрьму НКР Это вверх По трассе 15 Может он и не лучший Кандидат на эту должность Но шериф И шериф НКР тоже может Обеспечить порядок В городе Но мне кажется Оружия у них Не хватает Даже для того Чтобы себя защитить Ну понятно Так Так Что ты думаешь О прим с лиме Мог бы он стать шерифом Я как-то не задумывался Об этом Наверное мог бы Если бы его Перепрограммировали Понятно Так Я найду нового шерифа Для прима Хочешь сделать что-то полезное Наконец-то Если ты можешь навести Порядок в лиме Мы все будем Перед тобой Большим долгом Прекрасно Так Ладно Давай поторгуемся Значит Значит Давайте динамита Штук 20 Продадим Угу Так Это сколько Урона 46 А с длинным запом Он тоже 46 Инсенератор Но тяжелое оружие Нам пока не надо Одноразовое ружье Пороховой заряд Так Так Что у тебя на продаже есть Оружие Ну с оружием у тебя нормально Все с костюмом тоже Это нам ничего не нужно Чищенная вода Обязательно берем Так Динамит Пять штук продадим А Мало Еще пять Замечательно Пока что все Ну хотя бы мы Немножко веса сбросили Да Нет Не ахти Может быть что-то Такое у него еще можно купить Интересное Давайте посмотрим Так Оружие Костюмы Помощь 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 Бартер Биличи Сухарики Нет Нет Пока что я ничего не вижу У него полезного вообще К сожалению В большом Ну может Патроны Пять пятьдесят шесть Бронебойные Так Девятимиллиметровые Возьмем Ох Сколько всего Пока так А Далее Далее Мы что будем продавать Броня охранника Подрывников Но это оставим пока Одежда Авантюриста Да Слишком много Она весит Шлем бойца Нафиг он нам не нужен Ковбойская шляпа Ну оставим Броню охранника Подрывников Тоже наверное Лучше продать Все Прекрасно Теперь что с весом Теперь 214 Это уже вполне приемлемо Ни рыба Ни мясо Конечно Но уже лучше Как мне кажется Что у нас там со сном Так Ну пока что Спать не хочет Так Вот Все прекрасно Отрицательные эффекты ушли Ну что Для начала Мы поговорим С НКРовцами Или же Что сделать Что у нас вообще там С заданиями Мигел считает Что при мне Обойтись Без нового Так По карте Ну Пойдем Пойдем В лагерь Подрывников Тогда что я могу Сказать Все равно Там рано или поздно Зачистку придется Проводить А так У нас персонаж Уже Закаленный опытом Мы знаем Что делать Попробуем Всех перестрелять Конечно Настолько Насколько Это вообще Возможно По понятным Причинам Так У нас сейчас Три часа ночи Четыре часа Я думаю Вполне будет достаточно Для того Чтобы отдохнуть Слегка И чтобы было Светло Да Великолепно Так Давайте мы Сейчас Купим воды У нас персонаж Почему-то Много пить хочет Меня это совершенно Не радует Честное слово Так Эти ублюдки Издеваешься что ли Вдохни Фу Кивник Там Колючки Ты Издеваешься что ли Дофига Патрон ушел Вообще На какой-то Голяк Как я понял Исправительное Учреждение У нас Находится Далее Опа Здравствуйте Ёпты Не дали мы ему взорвать Динамит Ой не дали Поэтому он взорвется Он похоже не спел За полицию Прекрасно Мать на всех случаях Постоим Подождем Похоже ничего не изменилось Да Ладно Так Броня охранника Подрывников Динамит Берем конечно же Все остальное Не трогаем Динамит Лег Опасная бритва Это интересно Но я откажусь Револьвер Магнум Турбо Эффекты Эффекты Турбо Плюс Один Это как бы Что Я даже не понимаю Что это все Обозначает Но возмущаться Мы особо не будем Да Так Ага Вон у нас что Вот оно где-то Исправительное Учреждение Так 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 Ну началось Нас уже С распростертыми Объятиями встречают Давайте Сохранимся На всякий случай Так Будет правильно Так Ворота Ты открой Блин Ты специально Что ты так долго Открываешься Куда Спрятался Как Так Готов Бутылочная Крышка Магнум Ключ От информационного Центра Тюрьмы НКР Патрон Психа Револьвер Да Давай Детка Да ты чё Ну слышь ты Не психуй Как Как ты промазать мог Ты Всё Теперь нормально Ну чё Как я понял Прежде чем идти дальше Лучше сохраниться Снова А то опасненько Получается Даже Очень Захотел Хлебнуть Так Хорошо Блин Да вы Издеваетесь Опасно Ёпте Да Вдохни Так Вроде А Ещё один остался А это Майерс Это вроде Нормальный Мужик Он не помечен Как противник Хорошо Так Надо использовать Стимулятор Тогда Ох Первым делом Трупы шмаляем Ага Всё правильно Грязная вода Пускай Пускай она и грязная Но Польза от неё Конкретно идёт Динамит Динамит Калбойская шляпа Можно починить Таймер Не надо Гильза Динамит Патрон Всё Виски Мясо Чищенная вода Плод Свежие груши Всё берём Карма Пофигу Хотя это всё Очень странно Неработающий терминал Отсутствует Основной источник питания Проверьте Все провода И разъёмы Окей Вас понял Детка Крышка От Сансет Соспарила Со звездой Да Берём Обязательно Темно Тут Всё Берём Обязательно Таскаем С собой Фух Нам больше Тут ничего не надо Даже не знаю Я думаю Сейчас во дворе Во внутреннем дворике Будет веселье Само натуральное Поэтому лучше сохраниться Скорее всего Ай Ох Мясо попрёт Я так ощущаю Давайте Ещё раз Стимулятор Примем Так будет правильно Наверное Начнём с этой башни Потому что здесь Наверное На каждой башне Есть снайпер Какой-нибудь Это было бы Вполне Предсказуемо Нет А вот да Ух ты У него винтовка Так мягко упал Патрон Магнум Да Давай Обязательно Так Броня охранника Всё Перегруженная Что-то быстро Как-то И где Левел Левел Чинимся Нормально Вполне Сойдёт О Левел Лап Так Красноречие Давайте Давайте Прокачаем Вот так Остальное Ложим Сюда И В ремонт Вот Нормально Нет Хотя Лучше В медицину Да Так Быстрая Перезарядка Жены Убийцы Интенсивный Убеждённый Холостяк Каннибал Очки Карма Теряются Нет Давайте Интенсивную Тренировку Снова Бартеры Красноречие Наука Ремонт Медицина Давайте Да Прекрасно Самое то Что нужно Что ж Друзья Давайте Мы таран На этом выпуск Завершим Надеюсь Он вам понравился Так же Как и мне Ставьте С пальцем Вверх Подписчики Всем спасибо За внимание И пока